Квартиры получились добротные, толстые стены, батареи сделаны аккуратно, буквально каждый сантиметр придирчиво осматривает Олег Логинов. Ведь ждать жилье пришлось 12 лет. Довольно бюджетную небольшую трешку семья с двумя детьми купила еще в 2014 году. Тогда ничто не предвещало, что застройщик компания Монтек бросит и дом, и с ним дольщиков на произвол судьбы. До 2008 года строилось, там известен был кризис в 2008 году, и после этого, конечно, начались наши хождения. Очень рад, что действительно уже вижу реально, что происходит, и, конечно, я надеюсь, что действительно к концу года, ну каким-то образом, пусть это будет, извините, там черновой вариант у нас, но мы можем новоселье справить уже. Достраивать пятисекционный дом на проспекте Карла Маркса стали два года назад за счет областного бюджета. Часть средств согласились добавить дольщики, скинулись по 6000 рублей за квадратный метр. Новому застройщику пришлось переделать практически все. За 10 лет конструкции сильно пострадали. Внутренние коммуникации и лифтовое оборудование разворовали вандалы. Оказалось, что и проекта строительства тоже нет. Пришлось и документы делать заново. Фасад нам пришлось демонтировать в свете того, что он находился в аварийном состоянии. Соответственно, пришлось сделать усиление конструкции фундаментной плиты, усиление конструктива внутреннего всего объекта. В общем, была проделана очень большая и сложная работа. Дом практически готов. Сдать его планируют к Новому году. Это будет, пожалуй, самый долгожданный подарок для 326 дольщиков, которые за эти годы, еще не став соседями, практически сроднились на многочисленных собраниях, когда отстаивали свои права. Помогут и другим обманутым и пока не состоявшимся новоселам. Сейчас в Самарской области 50 проблемных объектов, каждый под пристальным вниманием городских и областных властей. Очень много людей, которые добиваются при финансовой и иной поддержке государства получения своего жилья. Работа ведется. 37 объектов из 50 уже определены подрядчики. Остальные будут определены в ближайшее время, будут достраиваться все объекты. То есть, жилищные права граждан будут восстановлены. С 2013 года в эксплуатацию ввели 19 проблемных домов. 5 достраивают. Еще 4 долгостроя сдадут в ближайшее время. Квартиры получат более 300 семей. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Редактор субтитров А.Семкин